Я могу жрать сколько угодно дерьма, чипсов и булок, и никто не скажет мне ничего про мое здоровье, потому что я худая, непрощавая и красивая. А сколько ты весишь? Ммм, ты как-то потолстела. Ты уверен, что ты правильно питаешься? Воу-воу, что за реакция? Я просто волнуюсь о твоем здоровье, понимаешь? Нет, не понимаю. Сегодня я хочу поговорить с вами о бодипозитиве. Бодипозитив — это движение, в основе которого лежит довольно простая мысль. Все тела хороши, и никто не заслуживает издевательств и дискриминации на основе внешности. Толстые, худые, высокие, низкие, со светлой кожей, с темной кожей, с гладкой кожей, с морщинистой кожей, с кучей конечностей и с маленьким количеством конечностей. Бодипозитив очень нужен, потому что в нашей культуре с этим всем дела обстоят очень не очень, и из всех тел хороши только вот эти. Высокие, подтянутые, с гладкой кожей, густыми волосами на голове. Люди с другой внешностью не просто в равной степени не представлены в медиа, но и сталкиваются с кучей унижений и дискриминации ежедневно. Миллионы людей грустят и калечатся в попытках приблизиться к этим совершенно дурацким идеалам. Садятся на нездоровые диеты, делают себе больно, насилуют свое тело и ум и так и эдак, и все ради чего. Гнобление тел, дискриминация, контроль за внешностью, все это основано на каких-то представлениях о том, какими эти тела должны быть. И эти представления, конечно же, встроены в пронизывающие все сферы жизни сексизм и гендерную бинарность. То есть парадигму, согласно которой в мире есть только мужчины и женщины. И представление о том, какими должны быть эти мужчины и женщины. Видимо, люди, которые не являются мужчинами и женщинами или не вписываются в эти рамки, это инопланетяне, не знаю. Женщина должна брить подмышки, гениталии и ноги, мужчина должен быть волосатым, женщина должна быть хрупкая, мужчина должен быть твердый. У женщин даже медленные волосы, там, тонкие пальцы, запястья, конечно же, светлая кожа, и желательно, чтобы каблуки еще росли прямо из пятки, там. Я надеюсь, все понимают, что это социальные конструкты, это все категории, сконструированные в конкретном обществе. И к здоровью это не имеет вообще никакого отношения. Внешний вид — это один из основных способов гендерной самоидентификации. И феминные предписания по внешности гораздо более адовые, чем маскулинные. А если ты не мужчина и не женщина, или если ты не хочешь или не можешь выглядеть циснормативно, то тогда тебе просто пиздец. Я думаю, понятно, почему феминизм и бодипозитив тесно связаны. Но вернемся к здоровью. Здоровье невозможно определить по внешности, это личное дело каждого, и тебя это не касается вообще никак. Ты не знаешь наследственности человека, ты не знаешь его анализ крови, ты не знаешь, чем он болеет. Но ты и не должен все это знать. Все, что тебе нужно знать, это то, что тебя это вообще не касается, это не твое дело. Донимать людей, чья внешность отличается от искусственного, сконструированного идеала в твоей голове, это просто хамство. Но прыщи и жир — это как-то нездорово. Во-первых, совсем не обязательно. Есть куча исследований про разные виды жира в организме. У прыщей может быть куча разных причин. И ты можешь быть абсолютно здоров. И сколько бы ты салата не жрал, и таблеток, и чем бы ты ни масло с экологией, ты ничего не сделаешь. Грязный воздух, чувак. И во-вторых, это мои сраные прыщи, это не твое дело. Но некоторые люди под эгидой бодипозитива перестают за собой ухаживать и следить за своим здоровьем. Эм, опять-таки, с чего ты взял и какое тебе дело? Ты типа врач всей Арусии или что? Ты делаешь диагноз по фотографии на инстаграме или типа при встрече, просто посмотрев на человека? Любить то, что внутри они снаружи, важно. Но когда они там не бреют свои подмышки и ноги, то меня это глубоко лично оскорбляет. Потому что как это так? Волосы растут в местах, где они естественным образом растут по природе. Не нравится? Не смотри. Опять же, тебя это все никак не касается. Я понимаю, ты мужчина, ты привык контролировать женщин. Эти глупышки же вообще не знают, чем питаться, чё сувать в ротик и чем мазать свое лицо. Ну, как же они живут-то без тебя? У меня для тебя новость. Тела людей принадлежат только им, и они могут делать с ними все, что захотят. И тебя это никак не касается! Твое мнение по этому вопросу абсолютно не важно. А если ты женщина, то подруга, это называется интернализованный сексизм. И давай, кончай строить паноптикум Еремии Бентанова вокруг себя, вылезай оттуда. Ваше тело прекрасно и красиво. Если вам плевать на категории красоты, то да, окей, тогда ваше тело просто супер. Оно работает. Толстый не оскорбление, худой не комплимент. Магазины со своими дурацкими разделениями одежды, да мужское, женское и ужасные таблицы размеров сосут. Фильмы и журналы, которые пропагандируют сексистские, блин, идеалы красоты. Они тоже сосут. Ваши тела неплохие и не неправильные. Они классные, и я желаю вам жить с ними долго и счастливо. Спасибо, что посмотрели мое видео. Подписывайтесь на мой канал. Еще, кстати, я в описании к видео запихну ссылки на паноптикум Еремии Бентама и на интернализованный сексизм. И еще... И еще вы там найдете кучу пабликов ВКонтакте, где бодипозитив цветет и пахнет. Так вообще можешь сказать цветет и пахнет? I don't know. Все, пока.